всем привет друзья приветствую вас всех на своем канале и сегодня снова с вами вы со мной наконец-то я дома но вернее дома уже с неделю может быть но все собиралась с мыслями что сказать как сказать уже как бы хочется с вами побеседовать о том осём накопилось разных там у меня историй как всегда происшедших со мной у некоторых конечно это каждый день там происходит разные истории у меня редко но метко ребята о поездке в целом так классно было хорошо все понравилось вообще ну понравилось конечно от рутинных дел от работы отдел от всяких которых миллионы этих дел у нас у всех да ну есть своя ложка дегтя в бочке с медом это сама поездка мне конечно прежде чем заказывать билеты нужно было подумать потому что в прошлом году был тоже первый звоночек с луганскими перевозчиками это луганская компания по перевозкам у них телефоны кругом там по инстаграмме по всем по всем соц сетям я конечно их не визитку вам выставлю чтобы не красно-лучане не гости нашего города не попали в такой просак как попала я ребята это офигеть просто ну туда я ехала очень комфортно и хорошо дело в том что именно автобус вот этот сахана в сочи идет через луганск но не заходит в наш город на это есть трансфер и трансфер я не знаю как правильно то скажу так и а это не так ну судни в этом билет стоит 3 300 именно 300 рублей до пункта пропуска подвозит меня и других пассажиров легковой автомобиль и уже на таможне нас ждет автобус в котором забронированы места который прошел через другие города в наш город это круг давать но понятно ну а нам какая разница мы заплатили деньги то у нас повезет и как лишь бы было комфортно и хорошо правильно правильно ну вот такой вот прикол туда я ехала очень даже хорошо вовремя приехал за нами автомобиль нас было два пассажира с краса луча девушка водитель была алиночка спасибо большое очень комфортно хорошо нас довезла вообще очень хорошая девушка благодарю вас и пассажир была кристина очень тоже девочка хорошая с ней подружилась жаль не обменялись телефонами но я думаю она мне написала все не могу ответить ребята ладно на пункте пропуска то есть на таможне мы пересели в автобус мне досталось довольно таки комфортно место возле окна и довольно таки очень хорошая женщина в качестве спутницы рядом сидела женщина уже в годах людмила ехала в израиль в израиль домой живет в израиле приезжала сюда посмотреть свой же дом у ней тут есть в луганске где-то за луганском проведать сына ну все такое очень хорошо с комфортом доехали водители оказались очень такие ну знающие свое дело значит как работать с пассажирами это рельс был сделан 30 августа ребята ну как провела время в сочи классно но уже пора ехать домой уже как бы пора ехать домой да точно в этой же компании заказываем билеты через инстаграм мы хорошо на какое время на какой день удобно все класс но хорошо хорошо мы платим свои деньги 3 300 но запомните сумму 3 300 заплатили как обычно как ну как нормально столько стоит сейчас билет и хочу заметить что в том году это было 2 500 в этом уже 3 300 хочешь ей хочешь смотри но делать нечего так и так ладно рейс был запланирован на 13 30 значит утром ребята я собираю все сумки свои да собираю вещи такси должно прийти в половине первого дня ну двенадцать тридцать соответственно хоть ехать недалеко но не будешь в последний момент автобус почему-то не за е не заезжает туда куда всегда должен быть там площадки специально для такси для автобусов в районе называется маримол а касса он забирает на какой-то там остановке нас ну ладно уже вызвано такси ребята представьте сумки стоят у порога звонок ой извините рейс задерживаются на 15 30 но елки-палки ну ладно бывает но я человек не конфликтный да но бывает и бывает что ну как мало ли что там это все-таки транспорт и все-таки он идет с абхазии этот автобус если есть пассажиры в абхазии он забирает еще с абхазии да может задержались может на таможне там через абхазию эту не знаю ладно переносим мы звоним и в таксопарк в этот этому же водителю извините мы отменяем свой вызов так как у нас задерживаются рейс они да хорошо ладно а денежки то сняли уже с телефона у нас деньги сняли потому что ну как заказ делаешь и снимать деньги ну то ерунда конечно нам не то что их там вернули мы же заказали еще на пол пол третьего да на 14 30 на 14 30 приезжает такси я с тремя сумками вернее две сумки чемодан спускаюсь седьмого этажа все человек довозит меня туда куда нужно я выхожу я выхожу там уже стоят еще пассажиры сперва стрела двое потом я еще да ждем приходит еще там человека три пассажир ну короче было человек всем нас пол четвертого нету автобуса пол пятого нету пол шестого нету уже начинаем вызванивать уже опять в этот инстаграм заходим они нам рассказывать что он обломался вот вот уже в пути через полчаса будет но вот эти полчаса продлились до десяти часов вечера представьте стояли остановка под каким-то мостом разводкой людей вообще нету да если б я стояла одна пришел автобус 10 часов вечера мы стоя просто стояли не сесть не присесть да с пол четвертого ехать еще 18 часов ребята если так для общего развития сказала ехать 18 часов представьте возле той остановки не было ни то лето не попить естественно ничего вообще абсолютно просто остановка под мостом под разводкой может там были какие-то учреждения потому что пять-шесть часов были пробки люди какие-то потом уже никого вообще нету вот так стой под мостом кто-нибудь по голове даст я да ну короче еле приехал он 10 часов вечера ехать 18 часов в итоге я ну должна была быть на пункте пропуска в 6 утра я была там 6 вечера но это не самое страшное ребята я понимаю там с транспортом что-то с таможнями с пробками это я понимаю прекрасно даже но хамство это это вранье понимаете меня добило и еще один такой прецедент приезжаем мы на российскую таможню там еще были российские таможни сейчас уже упрощен ну как пропуск все проверили все у нас я с этими с тремя сумками на нашу таможню тоже то же самое я к водителю подхожу слушать я говорю где вы будете меня высаживать на трансфер за мной должна прийти машина я ну как это входит в услугу я оплатила деньги 3 300 на что мне водители делают круглые глаза ничего не знаем и на мы вас довезем туда понимаете туда а потом до моего места еще 70 километров мы и вечер мы вас довезем туда на расслушайте мне туда не надо я оплатила до города красный луч полностью вам все что мне делать а мы не знаем ребята говорят мы не знаем да елки-палки что мне делать даже приехать на вокзал луганск кто знает там большие перроны друг ну как прежде чем зайти на вокзал там такие ступеньки я с тремя сумками буду карабкаться по этим ну мне неудобно я бы не поехала с ними я бы поехал через ростов через ростов бы сел бы удобно хорошо быстро тоже в луганске мне делать нечего я приеду вечером не факт что будут уже к нам автобус ну и что их не решение ребята их не решение какое решение такое мы не знаем мы ничего не знаем выехали за таможню за луганской народной республики на красный луч кто я говорю я выходите я жду выхожу думаю может быть же ну как и как прописано даже я покажу я поставлю визитку вам покажу да может уже приехали за мной все такое это уходит в стоимость билета кстати не просто так я же выхожу забираю сумки сумки с той стороны не со стороны дверей стой три сумки и боли чемодан это большие сумки а вы хоть свои вещи забрали я хочу а вы горю что не видели ли что кто грузился кто вытягивал рвы и что с ума сошли так что мне дальше делать а мы не знаем слушайте значит верните мне ту сумму которую вы взяли с меня лично какую мы лишнюю сумму взяли говорю вы выполнили свою услугу вы довезли меня до красного луча нет мы туда не едем ребята офигеть да чистом поле высаживайте сумками не отдают разницу даже ну как если бы я ехал хотя бы луганск вода они меня не довезли никуда получается но говорят там вон там на русско на российской таможне стоит джонзи автобус тоже что ли стахана ну росток стахана вы вот должны остановить попроситесь ари слушайте в смысле я должна остановить если у человека полный комплект да я должна еще стоять там по факту два часа минимум ехать вот я не посмотрела расстояние ну расстояние довольно таки большое часа два ехать а то и больше вы же водители подойдите скажите такая у нас вот проблема трансфер не пришел из-за того что мы опаздывали опаздывали на такое количество времени опоздали мы даже ты не захотел мне возвращать эти деньги ребята ну это аферисты понимаете аферисты ладно ты не захотел мне ну ты хотя бы договорись со своим коллегой что получилось вот так вот так и вот так да возьмите человека довезите до места и нужно туда нет вы сами должны вот такой желтенький автобус вы сами должны остановить вы сами должны там договариваться представьте ребята с тремя сумками что мне делать ну я реально расстроилась да и ну и спасибо что у меня были деньги а если бы у меня были деньги только строго на проезд и как бы люди с отдыха едут тратят свои деньги я заплатила вам полном объеме что там за руководство этой компании что там за аферисты кого они вообще берут на работу я не понимаю вообще вам помогут мои 300 рублей этих а вдруг у меня их не было мне шо пешком идти или бомжевать там посадки в чистом поле где вы меня выбросили я вылезла ребята сказать что расстроена не сказать ничего понимаете с этими сумками тяжелые это самое сумки такие большие что вообще делать вдруг не остановится вдруг что мало того что я устала а ну-ка я на ногах более суток уже автобус абсолютно некомфортный больше тысячи километров ехать ребята попалось такое место не сиденья не работать да не ноги негде поставить видимо то сиденье впереди откинуто а у меня не получается ну как это я же не то что там большая толстая я еле усидела я думал умру там прям вспоминаю вздрагиваю от этого понимаете вылезла стоят еще люди не в наш город соседний антрацит там не за откуда они добирались как они добирались но начали видим автобус этот идиот начали махать руками ногами там пожалуйста возьмите нас но спасибо спасибо водителям очень хорошие оказались люди остановились не волнуйтесь сейчас уедем все но я заплатила снова 350 рублей с какого вот перепуга да те ну как те должны по факту были вернуть мне разницу вообще вы не довезли меня до пункта назначения забрали себе деньги это положат карман вам помогли если вы видите меня я напишу чтобы транспортная компания выставлю ваши реквизиты ребята пусть ваше начальство разбирается что за дебил у вас работают там в инстаграмах сидят какие-то непонятные вруны скажем по 300 рублей нормально понимаете на получается дело даже не в деньгах дело не в деньгах дело в том что не нужно обманывать людей и делать свое дело просто как положено кому-то не в деньгах а кому-то возможно в деньгах да мы не получаем тут миллионы а вы получаете полону получается что это за транспортная компания которая берет не чистоплотных людей которые должны ну непосредственно контактировать с людьми это водители автобусов неужели вам мало все не нажираетесь вам мало платят ну вот этот рейс был стаханов сочи абхазия он ходит ежедневно с красного луча забирают пол пятого шестнадцать тридцать на него вот имейте ввиду чтобы не не попасть вот такой вот просак тем более что в прошлом году тоже был ну был небольшой прецедент тоже заказали билеты я ехала с дому с двумя большими сумками отсюда с двумя детьми и уже мы сумками на остановке уже я сажусь в автобус чтобы подъехать по времени когда меня они будут забирать и мне звонят что рейс переносится на завтра я ж не живу возле автоокзала да то что пожила день пропал да настроение испорчено ну я не знаю я не знаю что там за руководители чем они вообще руководствуются да лишь бы гребти деньги лопатой их видимо никто не контролирует контроля никакого абсолютно сервис на нуле автобусы дрянь разбитые ну хочу предупредить всех красного чан чтоб не пользовались от этой компании если добираться туда то лучше добираться через ростов ростов ростовский автобус вот который идет с красного луча ежедневно никогда не подводил комфортно чисто красиво все как положено на этом буду заканчивать ребята спасибо за внимание всем ребята пока